Музыкальная гостиная 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 Яуза, и мне хотелось бы особую благодарность нашим руководству района за то, что сохранили этот коллектив, поскольку завод у нас уже ушел. Это Дворец молодежи, где существовал наш коллектив. Дворец молодежи есть Дворец молодежи, не другое направление, а мы все-таки более взрослый коллектив, и поэтому мы попросились. И нас приняли в ряды Яузы, Дворца культуры. Я благодарна за то, что они не дали умереть этому коллективу. Вы знаете, и сейчас уже большое количество людей приходит, более молодого возраста даже есть, и девушки уже подходят. То есть у вас и наборы открыты? Да, наборы у нас открыты, и я считаю, что любой человек, который приходит и любит народную песню, может приходить на занятия, заниматься. И сейчас уже насчитывает коллектив 50 человек. 50 человек. Солидно. Да, солидно. И на репетиции вот стабильно 35 человек, 37. А 30, ну, бывает, когда люди заболевают, а так полностью большое количество людей. А вот им... Алла. Им очень нравится работать. Объясните, пожалуйста, вот все-таки народные песни, народные песни. Чуть-чуть поконкретнее можете сказать? То есть вот советские песни, понятно. Народные песни. Туда входят советские песни? Ну, советские песни в каком плане? Авторские. Авторские песни, написанные в народном манере. То есть мы исполняем композитов. Вот Гришин, у него прекрасные произведения, и хор очень любит исполнять. Вот «Милая роща», которая звучит очень часто на концерте, или «Захарова Владимирова». Мы очень много песен поем из репертуара хора народной песни Пятницкого. Мы стараемся сохранить вот эту сложную партитуру для народного хора. То есть мне, как хормистеру, вообще нравятся сложные партитуры. Чтобы они учили, мы как, пойдем по легкому пути, или мы пойдем по сложному? И говорят, по сложному, чтобы была сложная партитура. То есть это трех-четырехголосие. Вот, поэтому сейчас мы тоже как бы развиваемся. Нам, когда мы только перешли сюда, в Яуза, возможностей гораздо уже больше, поскольку в центре города. Мы как бы вдалеке были, а сейчас мы находимся в центре города, и люди могут прийти сюда заниматься. И пришли к нам мужчины с хорошими голосами. Я так рада и довольна, что мы можем петь уже другие песни, где могут участвовать наши дорогие мужчины. И самое главное, что к нам еще подошли казаки Матичинского района. О, это здорово. Вот как руководитель, скажите, пожалуйста, действительно важно, чтобы у человека было, например, музыкальное образование? Или человек, когда душевно подходит к этому вопросу, это гораздо важнее? Как вы считаете? Нет, ну, я могу сказать, что у нас в хоре вообще практически ни у кого нет музыкального образования. Любители. Они любители, и это те люди, которым, в общем-то, какой-то, ну, природа дала возможность петь, слышать музыку. И, то есть, петь на разные голоса, и они слышат, если они даже не то поют, они все это прекрасно слышат, исправляются, выстраивают. То есть, это очень сложно. Это сложно петь на четыре. Это должна быть такая слаженность, и чувство друга, то есть, чувство человека рядом сидящего. То есть, вот такой коллектив, он и есть коллектив, такой сплоченный коллектив. Вот мы, в принципе, поговорили с вами немного о хоре. Мы обязательно еще к вашему коллективу вернемся. Давайте немножечко о вас поговорим. Давайте. Да. Какое у вас образование? Всегда ли вы хотели работать в музыкальной сфере, вот, творить, создавать? Расскажите немножечко. Ну, в общем-то, наверное, всегда. Я с детства, я еще в школе, когда училась, и в училище, когда училась в музыкальном, у меня уже был ансамбль. И где бы я ни появлялась, я все время делала какие-то маленькие коллективы. Мне это нравилось. А где учились? Я закончила музыкальное училище московское, и также закончила институт культуры, народное отделение. Вот, и поэтому, ну, всегда у меня был коллектив. И, наверное, другого я и не мысляю. Это единственное, наверное, любимое... Ну, я счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом. Я люблю то, что мы поем народную песню, вот именно народную песню. И сами поете. Да, конечно. Я давно уже... Началась моя творческая деятельность с 92-го года, когда я создала ансамбль «Русь». Но я думаю, что все знают и знакомы наших мытищих ансамбль «Русь», потому что он вообще неоднократно представлял наш район, и за рубежом были... То есть такая честь была удостоена нам, мы выступали во многих городах, представляли наши мытищи. И в Польше мы были, и в Германии мы были, в Югославии, в Болгарии, то есть вот с ансамблем «Русь». Но сейчас они как бы начинались истоки только и самодеятельного коллектива, но потом так сделали, что у нас было уже более профессионально, и нас немного человек, и вот до сих пор мы существуем. Кстати, в этом году, то есть в 2012 году 30 лет моей творческой деятельности. Вот в этом году, вот 30 лет. Здорово. Да, как я закончила институт и сразу создала «Русь». А вот через некоторое время меня пригласили в этот хор. Вот, еще есть у меня ансамбль, поэтому такая творческая... А, то есть он не один коллектив, да? Да, у меня есть еще «Чебатуха», да, «Чебатуха», которая тоже... Ну, это маленький ансамбль такой, вот, тоже мы занимаемся с ними. А вы сами родом из Мытища? Да, я родилась в Мытища. Как здорово, вы нас прославляете. Да, 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 я родилась в Мытища, в нашем роддоме, поэтому, да. Какая вы молодец. И вот, ну, что такое руководить целым хором? Ведь 50 человек, Алла, это страшно, не страшно, а сложно представить, как можно руководить людьми. Ведь все же, как вы говорите, еще большинство, да, и с разными характерами, разного возраста. Еще плюс, не у всех есть музыкальное образование, то есть и поют все по-разному, в разной манере. Я права, как вот работа? Ну, да, конечно. Дело в том, что люди приходят разные, но когда мы занимаемся с ними, я стараюсь какое-то привести к общему звучанию, чтобы, ну, хор довольно-таки звучал. То есть мы выстраиваем, работаем каждый раз то с одной партитурой, да, то есть одна партия поет, вторая сливается, по несколько человек сходится, чтобы посмотреть, как четыре человека послушали, как они поют. Поэтому они привыкают, и, может быть, даже это плюс. В чем плюс? Я всегда считала, что это плюс, поскольку люди, которые музыкально грамотные, они ноты взяли, спели и положили, забыли где-то, да, им нужно, чтобы вспомнить, им нужно партитуру посмотреть, чтобы прочитать. Люди же, которые с голоса учат партитуру, они, их можно разбудить ночью, они споют в любую песню, вот если я даже возьму песню, которую мы учили 15 лет назад, они ее споют, только, ну, чуть-чуть нужно подредактировать и чуть-чуть с ними попеть. А максимальное количество людей, ну, поющих вместе одну композицию, это сколько? Они могут все вместе спеть, ну, пардон, 50 человек? Ну, я думаю, что да, не случайно, когда бывают певческие хоры, есть сводные хоры, и они выступают чуть ли не по 200, и с ними слишком им более человек. И поэтому, лишь бы был дирижер, чтобы он одновременно давал отдыхание, и все. Я думаю, возможно, все. Понимаете, мне легко работать, потому что они приходят на занятия, у них горят глаза, они хотят знать, они хотят получить знания, они хотят разучить песню, а я со своей стороны стараюсь уже дать им максимально самый лучший материал, самые лучшие песни, которые звучат вот сейчас в профессиональных коллективах, да, и, соответственно, те песни, которые прошла через мою душу. То есть, я не могу взять песню, если она самой мне не нравится, просто лишь бы взять песню. Нет, то есть, если послушать коллектив, то любой, вот что Чебатуфу, что хор русской народной песни, что Русь, мне кажется, что песни, ну, они все заслушивают внимания, но они прошли через себя, каждой песней. Алла, вот интересно, можете назвать возраст самого взрослого участника в вашем коллективе, ну, и самого молодого? Ну, я хочу сказать, что у нас есть несколько человек, которые с основания 79-го года, вот Лариса Васильевна, у нас Буравина, она вообще с основания коллектива, Бондаренко, поэтому Шостакова, и много девочек, просто, они для меня все девочки, я их всегда так называю девочки по именам, поэтому сложно мне по фамилиям называть их. Они с основания, то есть, есть людям, которые по 70, может быть, сейчас уже, да, так, получается так, но ей совсем уже и 45 лет сейчас подходят, и ребята были, вот, и детки у меня еще есть маленькие там, которые с нами выступают. Серьезно? Да, в горле она такая, да, я, может быть, не знаю, как, да, мы им, я привлекаю деток, чтобы детки обязательно. Алла, а сколько вы репетируете в неделю? Вы-то, я так понимаю, каждый день в этой работе крутитесь, да, а вот для хора, вот для ведущих ваших исполнителей, если есть такие? Ну, они мне, в принципе, все ведущие, то есть, я занимаюсь неделя на какие-то маленькие ансамбли, они могут, конечно, выступить, как маленький коллектив, но занимаемся мы по-много, мы занимаемся где-то с половины шестого и до девяти часов вечера с перерывами, то есть по три часа, два раза в неделю, по три часа с половиной, и на остальные дни у нас выездные либо концерты, либо концерты. Ну, это прилично. Это прилично. То есть люди немножечко, конечно, может быть, я их мучаю где-то, но они остаются как бы, то есть люди привыкли работать вот песню, да, так, чтобы все, она звучала, ну, мне хотелось бы, чтобы она, я надеюсь, что она звучит. Вот прежде чем поговорить о ваших успехах, тоже, знаете, такое любопытно, вы выступаете под что? Под фонограмму, я имею в виду музыку, или у вас оркестр? Нет, у нас, к сожалению, оркестра живого нет, да. В основном всегда мы работали под баян. Хотелось бы, конечно, чтобы баян. У нас все живой звук, да, и мы, если выезжаем, всегда живой звук. Вот, конечно, в последнее время диктует то, что большие площадки, они должны звучать с оркестром. Поэтому есть такая возможность, дабы сейчас работает интернет, найти прекрасные минусовки, то есть аранжировки, где звучит оркестр. И вот недавно на Ассамблее народов России в наших мытьющих мы представляли, мы как раз, ну, попробовали так взять на себя смелость петь вот именно под минус. Но звучал оркестр. Им тоже это нравится. Это шаг вперед, это развитие. И вообще за вот то, что мы перешли сюда, во дворец Яузы, мы сделали большой шаг вперед, я так думаю. Потому что, как бы, коллектив стал нужен. А когда коллектив нужен, он востребован, дает больше отдачи. То есть он больше занимается, хочет как можно больше песен показать, интересную программу. Поэтому вот мы вроде бы на таком, на развитии. Алла, очень, сейчас один из самых интересных, я думаю, вопросов для наших зрителей. Расскажите про свои успехи. Где выступаете, куда приглашают, где любите выступать, какие награды имеете? Ну, наверное, самая главная награда, может быть, она была очень давно, но она чем нам, в общем-то, интересно, мы заняли первое место по Московской области. Это был сразу 98-й год, потому что через два года мы так вот быстро подготовили программу, поехали на конкурс и не думали, что мы возьмем какое-то первое место. Но вот так получилось. Вот с так вот, вот такого высоты, как бы, некуда было уже падать, нам нужно было идти только вперед. Вот, и в 98-м году мы взяли первое место по Московской области. Расскажите про конкурс. Ну, это было давно, да, как уже... Ну, сейчас они тоже повторяются, но в связи с тем, что у нас мы как бы при молодежи были, на молодежный центр, и мы не могли никуда выезжать вот на такой уровень. Сейчас, за последнее время, мы тоже, вот последний конкурс с Чипитем и Тищих, мы заняли второе место, где присутствовало практически около 20 или 20 с лишним коллективов со всей Московской области, ну, и медусеверные направления, северные направления. Мы заняли второе место, да. Это очень достойно. Да, я думаю, что достойно. Также, ну, это вот за последние два года, да, когда мы только к Туялосу пришли, мы заняли первое место, извини, гармонь Матищинская, которое проходит в Сорохино каждый год. Ну, это в этом году мы первое место, где-то мы второе место, но практически всегда призовые места. Также мы, поскольку сейчас к нам влились казаки, мы были на Ассамблее народов России, которое было в Красногорске. Также вот Матищих у нас в этом году проходил, и были на первом международном конкурсе Казачья станица. Вот там такой конкурс, фестиваль Казачья станица. Тоже для людей это было очень интересно, когда много коллективов выступало, казаки выступали, общение было. Я думаю, что для народа, который приходит к нам в хор, это жизнь своя, по-своему жизнь. А как с казаками-то действительно сотрудничество произошло? Вот. Кто был инициатором? Ну, вот, как бы нам были нужны мужчины, и потом к нам подошли, вот Ким Антипович подошел к нам, говорит, вот вы не против заниматься? Говорю, да я всегда за, если особенно это будет в плюзе, и можно будет использовать другой репертуар, и сейчас мы стараемся, изучить уже казачьи песни из репертуара казачьего народного хора, поэтому и это людям нравится, и они с удовольствием поют. Вот и сейчас мы готовим ряд произведений вот из репертуара этого хора. Ну вот, понимаете, любой человек, который приходит в хор, особенно если с хорошими музыкальными данными, появляется сразу для него либо песня, либо другая партитура, и это очень важно. Алла, а костюмы есть? Костюмы у нас есть, но вот они настолько уже, они очень красивые, красивые, но мы давно их очень уже... В русском народном стиле? Да, да, у нас красивые, красивые, да. Они, ну, мы шили их очень давно, хотелось бы, конечно, нам приобрести, поскольку сейчас большое количество новых людей подходит, и мы вынуждены, как бы, чтобы не все выступали, потому что нет такого количества костюмов, чтобы могли люди как-то показать себя на сцене. Поэтому выбираются лучшие, да, как бы, вот. Ну, хотелось бы, чтобы была возможность у всех выступать, которые заслуживают этого. Конечно, мы надеемся, что у нас появится новый костюм. Алла, вы, я так понимаю, помимо конкурсов, естественно, устраиваете концерты, и также в РДК Деяуза обязательно, да? Да, обязательно, да. Ну, как правило, сколько песен вы исполняете, как пользуются ли концерты популярностью, завоевали ли вы свою публику? Вот вы чувствуете это? Ну, я думаю, что да, потому что мы очень часто ездим по пансионатам. Здорово. Да, мы ездим по Подмосковью, да, конкретно по нашему. Под Подмосковью мы выступали в Клязьме, мы выступали в Дубраве. То есть, поскольку у нас есть какие-то нити уже связующие, мы все время нас приглашают, но люди, ну, любят народную песню. Мне кажется, им этого не хватает, потому что по телевидению, как правило, этого нет. А когда это все звучит вживую, и это, я думаю, что никого не оставляет равнодушным. То есть, люди принимают это на ура. Не надо далеко ходить. Недавно мы выступали в фойе, когда люди, вот они рядом стояли, понимаете? Они могут вот тут потрогать их, и для этого они сказали, ну, мне показалось, что люди прям даже не могли отойти от этого. Другой дел со сцены, да, они где-то там далеко, а тут рядом человек поет, и он может это все увидеть. Ну, потом живой звук, Алл, конечно, это... От этого никуда не денешься. Ну, мне даже хотелось сказать, что вот этот данный коллектив даже был приглашен на юбилейный концерт Вики Цыгановой. Да, и они выступали в Крокус-Сити. Да, помимо этого на ее концерте. И у них, как бы, их выступление вошло в диск, который по всей России. Вот у них-то их выступление запечатлено на камере, на кассете. Самому коллективу, участникам его выступать нравится? Ну, я думаю, что, конечно, конечно. Любой человек любит выступать, очень многие любят выступать, и им нравится доносить народную песню, свою душу передать. У меня очень много хороших солистов, которые, ну, обладают какими-то, даже ни на кого не похожими тембром голоса. Вот Катя Бондаренко. Алла, расскажите, правда, поподробнее. Я хотела задать этот вопрос. В любом коллективе есть звезды. В любом коллективе есть звезды. Вот в вашем коллективе. Есть, есть звезды. Я понимаю, что из 50 человек, наверное, явно ни одна, ни две, ни три. Но все же есть? Да, конечно. Вот и хотелось бы, конечно, вот Екатерина Бондаренко, Хосянова Валентинов. Вот они всегда забивают Кусурсус Ирина сейчас очень часто. Я предлагаю ей сделать запевы. То есть, понимаете, народная песня, она дает, вот, человек, если правильный запев, он правильный, да? То есть и песня сразу польется по-другому. Нет правильного запева, и характер песни другой, понимаете? Вот солист, он задает тот темп музыки, тот характер песни. Это очень главное. Я думаю, что у меня хорошие солисты. Но я не сомневаюсь в этом. Да, Атюшенко, Володя, они стараются. Мужчины сейчас подошли, новые мужчины с хорошими, очень такими голосами, британа прекрасная. Я надеюсь, что мы еще много песен покажем хороших. Алла, скажите, пожалуйста, а поклонники у вашего коллектива как-нибудь себя проявляют? Может быть, письма какие-то благодарственные пишут? Ну, письма просто люди, как бы такого не было, просто цветы приносили на концерты, как правило. Мы ведь когда отмечали 30-летие, 20-летие, очень много было цветов для исполнителей, много. И мне очень приятно то, что в зале практически полные залы. Вот это приятно, что народ любит русскую песню. Я думаю, что это самое лучшее. Это самое главное. Самое главное, да. Самое главное. Показайте, когда у нас была защита, последний раз, это буквально в 2011 году мы делали последнюю, пятую, показывали новую программу, пятую защиту, мы показывали новую программу, и было очень много цветов, которые люди приносили, эти цветы. А так у нас очень много грамот, и мы получали и от Министерства Московской области, и от Министерства культуры, и от Областной думы. То есть, мы такие с грамотами. Вы молодцы. Алла, какие планы у вас, у коллектива, у вас и у коллектива? Ну, мне хотелось бы вот развить вот эту тему, чтобы люди немножко поработали с оркестра. Мне вот желание такое соединить как бы три коллектива в одном. Мне бы очень хотелось работать с танцевальными группами, которые у нас есть в ДК, в Яузе, чтобы сделать такие большие зарисовки, чтобы это можно было бы использовать на больших праздниках, которые проходят у нас в районе, на большой нашей площади. Чтобы это звучало помимо того, что оркестр, если такой будет, или минусовка, и с хорошим танцевальной группой. Потому что петь и танцевать немножко сложно, но я их мучаю. Я их заставляю. Я их заставляю двигаться. Я их заставляю запоминать хороводы, движения. И им это нравится. Они могут подолго репетировать до тех пор, пока у них все это не будет отточено. Ну, по крайней мере, мне так хочется видеть этого. Я стараюсь, чтобы... Как вы считаете, у вас есть конкуренты? Ну, наверное, в коллективах в Московской области довольно-таки очень много хороших. Когда вы последние конкурсы... Ну, может быть, можете выделить какие-то, Алла? То есть вот на примере сказать. Я понимаю, что для вас, ваш коллектив, это самый лучший, так же, как и для нас. Мы гордимся им. Да, есть вот конкретно... Я считаю, что большая конкурсия всегда была и по району, и вообще по России очень много сейчас коллективов рождается. Исполняющих вот народную песню, да? Может быть, не такого количества, может быть, небольшие хоры, но в то же время я знаю, что сейчас много. И у нас в Болшево хороший коллектив, и в Пушкино хорошие коллективы. Вы вместе хорошо контактируете. Мы только вот... Я же говорю, что мы как-то выпали, когда был молодежный центр. А сейчас я думаю, что мы наладим все контакты, тем более, что мы участвуем сейчас в общих конкурсах. И думаю, что мы будем участвовать каждый год. Понимаете? Я надеюсь. Алла, а нет в планах расширить немножко репертуар, а может быть, даже и помимо народной песни еще что-то исполнять? Или все-таки это направление данного хора? Ну, я же говорила, что мы поем авторские песни, но все-таки где-то мы не можем брать какого-то другого репертуара. Нет. Ну, в общем-то, одно направление нам достаточно. В каком плане? И так мы мало слушаем народную песню, к сожалению. Да, к сожалению. Мы, к сожалению, мало. И детки наши, я благодарна тем родителям, которые приводят ко мне деток, то, что они не отрывают маленьких детей от народной песни, от народного творчества, от народных пословиц, короговорок. Потому что мы с ними начинаем с АЗы, с маленьких. Потому что ко мне приходили детки 3,5 годика. А вот, кстати, что касается детей, вы их вводите в существующий коллектив или вы из него тоже хотите сделать коллектив, но просто более юных участников? Я хочу сделать. Они сейчас подрастают, им всем по 12 лет. Значит, у нас еще один. 10-11 лет, да. Я хочу, я готовлю их, по крайней мере, к этому, чтобы они... Как наши мытищинские ребята талантливые, Алла, поделитесь? Да, я думаю, да, конечно. Детки очень талантливые. Кстати, очень много деток талантливых и хороших. Просто нужно, чтобы родители приводили их на народную песню. Алла, большая группа детей сейчас? Ну, большая. Да, человек 15, у меня таких лет 10-11, и таких маленьких. Ну, видно, к заслуженному работнику культуры все-таки действительно ребенка. Я бы тоже своего отдала однозначно на занятия. Я рада, я вообще всегда приглашаю всех. И мытищинцам благодарны за то, что они всегда приходят на наши концерты, а то, что они любят народную песню. Это для человека, который этим занимается, это самое главное. Нет, Алла, вы молодец, что вы не останавливаетесь, понимаете? То есть, вот есть коллектив, существующий, успешный достаточно, да? Вы взяли детей, начинайте с ними. В общем, как-то постоянно идет, вот, скажем так, вот этот круг, он не останавливается. То есть, ну, как бы, знаете, я хочу, чтобы разноплановые, то, что дети, да, вот то, что у меня есть детки, ансамбль «Чубатуха», который есть, который свой репертуар, совсем отличный, потому что их так, небольшое количество, либо 11 человек, ансамбль «Русь» и хор, чтобы мы были единым целым. Не случайно, когда было 20-летие ансамбля «Русь», все коллективы мои участвовали. То есть, они сделали такой большой, как бы, галоконцерт из народных песней. К сожалению, я хотела в этом году тоже сделать 30-летие своей творческой деятельностью, но, к сожалению. Очень жаль. Да, немножко подвело здоровье, но это грустно. Ну, ничего, это будет, я думаю, что еще раз будет возможность. Я думаю, что мы сделаем обязательно, было бы желание, так вот, и возможность. Однозначно. Алла, а не было желание детей ввести, ну, хотя бы на каких-то выступлениях? А как же, они вот выступали, конечно. Вот даже есть, если вы посмотрите, снимала ваше телевидение, и был, по-моему, эфир, когда взрослые выступали вместе с детками, выступали. И они же так же танцевали, как, например, то детки маленькие, то взрослые. Взаимопонимание присутствовало, Алла? Они очень любят их, и дети любят, взрослые. Скажите, пожалуйста, что для вас, ваши коллективы, ваши люди, которые с вами сколько уже работают, Алла, что это для вас? Это ваша жизнь? Это моя жизнь, да. Мне бы без этого было очень плохо, наверное, поскольку мне все время хочется работать. А когда прихожу перед людьми, если ты стоишь один, перед тобой 50, 40, 30 человек, ну или там 10, или деток 12, трое, ну увлекаешься работой и забываешь, сколько их там, 2, 3, 5 или 50. Мне уже процесс, он отвлекает. Ну, в смысле, уже не думаешь ни о чем, только чтобы песня звучала, и как можно лучше, чтобы передавалась характер, чтобы песня, как бы, ну показала свою душу через людей, донесла душу вот всем, кто ее слушает. За время нашего общения вы постоянно улыбаетесь. Такое ощущение, что у вас не бывает плохого настроения. Вы приходите, когда в свой коллектив, наверное, всегда в хорошем настроении, Алла? Ну, а у меня всегда хорошее настроение, когда общаюсь с людьми. Мне нравится общаться с людьми. И, понимаете, это вам не передать словами, поскольку, когда, наверное, общаешься с людьми, и когда они несут тебе какое-то свое тепло, какую-то частицу себя, особенно, когда какие-то стихи сочиняются, и ты не знаешь, чем от благодать этих людей хочется полностью раскрыться и отдать все, что ты знаешь, как бы, в таком... Поэтому, ну и народную песню нельзя, наверное, спеть как-то по-другому. Ну, это я с вами согласна, да. Всем бы быть такими позитивными, как вы, Алла. Я думаю, что ваш коллектив вас очень ценит. Ну, я надеюсь, потому что мне со всеми, с моими людьми, которыми я работаю по жизни, с кем мне пришлось, в принципе, встретиться, я им очень благодарна. То есть они мою жизнь украсили. То есть я занимаюсь любимым делом, это самое основное. Песня живет, ну, с моей стороны, как бы, не умирает. И семья ваша это одобряет, Алла? А семья моя тоже все музыканты. О, ну тогда все понятно. Ну, потому что мы все из ансамбля «Русь», поскольку и даже сноха теперь поет. И, то есть мы в ансамбле «Русь», и Володя, и муж мой тоже музыкант. Ну, это здорово. Да. И поскольку... То есть все поющие. Здорово. Алла, не откажите мне, пожалуйста, в небольшом экспромте, все-таки музыкальная гостиная. Может быть, исполните что-нибудь, ну, хотя бы припев чего-нибудь, пожалуйста. Да, это вы меня озадачили. Я вообще, как бы, только руку, как говорили, вы споете? Я говорю, нет, я только рукой водителя, хотя сама пою в Руси. Но моя одна из самых любимых песен. Конечно, я спою, там кто-то стоит, может, не может быть, подпоют. Я один куплет. Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделась, мне во сне привиделась, ой, да во сне привиделась. Алла, потрясающе спасибо вам огромное. Это вот как-то огромное. Вы подняли нам настроение, действительно. Ну, правда, я очень рада. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся, не раз пообщаемся. Успехов вам, удачи. Спасибо. Спасибо большое. Большое всем спасибо. Продолжение следует...